На позитивной ноте стартовало еженедельное оперативное совещание администрации Щелковского района. За плодотворный труд в прошедшем 2017-м наградили сотрудников отдела благоустройства. Специалистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы района, отметив качественную реализацию программ по развитию комфортной городской среды. Также на совещании Алексей Валов подчеркнул, что этой зимой работа по уборке снега была высоко оценена жителями. В то же время глава призвала коммунальные службы более внимательно следить за образованием наледей в пешеходных зонах. До конца зимы необходимо не избавлять темп. Грамотно используя имеющиеся ресурсы, мы сможем справиться с любой непогодой. Это, соответственно, спасибо всем главам поселения и вам, Татьяна Валерьевна, за то, что вы организовали так работу. Я прошу не снижать темпов, всех ручников выгонять, чтобы все подходы к остановкам были очищены, все тротуары, чтобы были очищены. Работы по выполнению зимней уборки осуществляются в штатном режиме. Техника спортилизирована в количестве 31 единица. Материалы противогололедные имеются в наличии в полном объеме. Затронули и проблему освещенности дворов и дорог в зимнее время. Алексей Валов поручил устранять неполадки в работе уличного освещения в кратчайшие сроки. Были порывы ветра и деревья упали на линии наружного освещения. Получается, по полмик района было бесточно. Я попросил бы, Татьяна Валерьевна, чтобы ваши службы по внимателям в этом плане работали. Не только по випеливанию деревьев, но и соответствующей реакции на устранение этих неисправностей. Подвели на совещание итоги важных проектов водоснабжения. Щелковский район стал первым в Московской области по внедрению программы «Чистая вода». В 2017-м в различных поселениях было установлено пять новых станций обезжелезивания, которые теперь обеспечивают чистой водой порядка 10 тысяч жителей. В этом году планируется установка еще девяти станций, что позволит полностью решить проблему некачественной воды в Щелковском районе. Выполнены в районе указ президента и поручение губернатора Московской области в части принятия генпланов. Сейчас курс развития определен во всех поселениях. В состоянии 16 января 2017 года с этим депутатом Щелковского муниципального района Московской области вытверждены генеральные планы следующих девяти поселений Щелковского муниципального района Это Требюцкое, Анистинское, Медвежо-Озера, Гребневское, Щелковое, Загорянское, Свердловское, Монина, Фрятово. Хотелось бы отметить, что Щелковский муниципальный район выполнил наказы президента и поручение губернатора Московской области. Мы в срок вложились и приняли себе планы. В Огудневском поселении генплан был согласован ранее одним из первых. Также советы депутатов поселений и района утвердили правила землепользования и застройки и внесли изменения в районную схему территориального планирования. Александра Гранич, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Александр Гранич, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».